В эфире телеканала ВИБНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе продолжаются торжественные вручения первых паспортов юным жителям муниципалитета. Это очень важный день. Я рад, что получаю паспорт. На базе ВИБНОВского перинатального центра уже более полугода работает школа ПАП. ПАПы не просто присутствуют народу, они становятся активными участниками, что очень важно. Расскажем о школьнице Екатерине Сидельниковой, победительнице специальной номинации телеканала ВИБНОЕ ТВ в ежегодном фестивале-конкурсе «Зубовские чтения». Я очень активный человек, и поэтому мне ни в коем случае не подошла бусичевая какая-нибудь работа. В Ленинском городском округе продолжаются торжественные вручения первых паспортов юным жителям муниципалитета. На этот раз в праздничной атмосфере самый главный документ получили четверо ребят. О впечатлениях виновников торжества расскажем в нашем первом сюжете. 14-летние подростки перед вручением своего первого взрослого документа испытывали понятное волнение. До начала церемонии ребята признались, что получение паспорта для них – не пустая формальность. Во-первых, я начинаю брать ответственность за свои поступки. То есть не мама, получается, будет виновата, а я. Это первое. Во-вторых, я могу устроиться на работу два часа, например, в день, и хотя бы какой-то заработок свой у меня будет. Рядом с виновниками торжества их родители, для которых, кажется, это еще более волнительный момент. Дети растут, взрослеют. Паспорт – это уже документ после свидетельства о рождении. Конечно, это все волнительно. Поздравил с важным событием и вручил первые паспорта юным жителям муниципалитета заместитель главы Ленинского городского округа Эдуарда Радушкина. Это ответственность. И самое главное, чтобы, получив этот документ, став гражданином, смело надо идти вперед, шагать, делать такие поступки, такие дела, после которых наша Родина, наша Россия становилась бы более великой, более могущественной. Получение документа, удостоверяющего личность в торжественной обстановке, для многих ребят стало настоящим праздником. У меня тут подруга получала паспорт. Ну, я тоже решила попробовать, почему нет. В МФЦ предложили, мы согласились. Это очень важный день. Я рад, что получаю паспорт. Это знаменательный день. Паспорт – очень важная вещь для меня. Нас спросили, хотим ли мы, да, и сказали, что постараются, очень постараются сделать так, что, несмотря на то, что лето, сделать, чтобы ребенок получил в торжественной обстановке паспорт. За это очень большое спасибо, потому что мы не ожидали. Мы, конечно, волнуемся за него. Мы рады. Только был совсем маленький, уже вот скоро выше меня будет. Вот. Серьезно растет. Ну, уже как бы серьезность документально подтверждена. Для Софьи Громенко наличие паспорта – возможность попробовать свои силы в будущей профессии. Я увлекаюсь дизайном. И в приложениях делаю дизайны мебели, комнат. И как бы это мне поможет поступить куда-то. В будущем профессии выбрать. Несомненно, этот день ребята запомнят надолго, как один из самых важных в своей жизни. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В поселке Развилка состоялась встреча жителей, где неравнодушные к судьбе своего округа люди обсудили социально значимые инициативы. Подробнее расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Жители поселка Развилка инициировали встречу с гражданскими активистами Татьяной Бондаренко, Олегом Тихоновым и Дмитрием Банченко. Приходим в дом к жителям по приглашению и собираем те самые значимые вопросы, социальные инициативы. Во время мероприятия жители озвучили ряд социально значимых инициатив, которые помогут улучшить качество жизни на территории. Требуется улучшение транспортной доступности к школе, это основное. Требуется перенос площадки Дурссервиса от жилого массива. Благоустройство Развилковского лесопарка. Почему в Видном есть лесопарковая зона, которая парки Подмосковья, а в Развилке нет. Жители Развилки тоже его хотят. Необходимо строительство новой школы. Ну, у нас, слава богу, сейчас школа в Римском квартале строится на 1350 мест. Я думаю, что в ближайшее время все-таки она будет построена, и действительно это разгрузит очень сильно жителей Развилки с детками. И строительство социально значимой инициативы – это центр досуга. Некоторые направления для дальнейшей работы появились прямо здесь, в режиме открытого диалога. Гражданские активисты выслушали присутствующих и внесли в специальный протокол дополнительные темы. 18 лет назад построили два дома, в плане никаких заборов не было. И вдруг мы узнаем, что у нас территория под сам наш фундамент, значит, приватизирован с этим домом, и мы за забором. Татьяна Бондаренко также приняла к сведению данный вопрос местной жительницы. Проезд перекрыли. Это трудность большая для наших школьников по непосредственно подходу детей в учебное заведение. Меня как руководителя школы это очень волнует, потому что это вопросы безопасности. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Школа ПАП уже более полугода работает на базе Видновского перинатального центра. Там рассказывают, как вести себя при подготовке и во время родов мужчинам, которые приняли решение быть рядом с женами во время появления долгожданных детишек на свет. Максим Козлов расскажет об очередном уроке. Наш перинатальный центр за то, чтобы действительно в вашей комнате, где вы будете рожать, было достаточно уютно и комфортно. Этот комфорт создает кто? Женщине не придумывает даже создавать этот комфорт, конечно, ваш супруг. Партнерские роды в наше время стали уже привычным явлением. Будущие мамы к ним, как правило, активно готовятся. Теперь и для мужчин появились специальные курсы. Сегодня я пришел в школу молодого отца, чтобы понять, как мне помочь жене на родах. Потому что мы с ней решили, что в этот раз у нас будут партнерские роды. И я хочу поучаствовать в этом процессе, как говорится. Преподавание ведет опытная акушерка Видновского перинатального центра Светлана Гончаренко. Программа насыщенная, рассказать нужно о многом. Обмахивать веер, а вот видите, сегодня жарко. Я на роды тоже беру веер. Вот мне, конечно, спрашиваю, комфортно, некомфортно. Вместе с папами на занятии присутствуют и будущие мамы. Ведь им тоже порой необходимо по-настоящему осознать понятие партнерских родов. Я как-то вот больше одна готовилась, опять на себя брала. Но партнерские роды – это когда мы вместе дышим, вместе ходим. И это для меня инсайд этого тренинга. Схватка закончилась, для меня полный вдох, спокойный выдох. Папа говорит, какая ты младенькая, у тебя все прекрасно звучит. То есть задача папы очень сложная. Это занятие в Видновском перинатальном центре уже седьмое. Окончили школу пап более 50 молодых людей со всего Подмосковья. Узнали мы, в принципе, сегодня многое. Как правильно дышать, как делать определенные упражнения, чтобы помочь также своей супруге непосредственно в родах, проявить себя, сделать так, чтобы ей было максимально комфортно и без лишних болей, мучений и так далее и тому подобное. Главная цель занятий – чтобы и будущие родители чувствовали себя увереннее, и врачам была подмога. Папы не просто присутствуют на родах. Они становятся активными участниками, что очень важно. Они знают, как дышать, как поддержать супругу. Достаточно большое количество вопросов у пап пропадает после того, как они приходят на эту школу. До конца года еще более 50 молодых людей пройдут обучение в школе пап. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Кто должен вывозить строительный мусор? Как поступить, если в обязанности регионального оператора не входит утилизация такого вида отходов? Вопросов у жителей много, но на все есть ответы. Если кто-то из жителей в многоквартирном или частном доме затеял ремонт, то он не имеет права вынести образовавшийся мусор на придомовую контейнерную площадку. Необходимо обратиться к легальным перевозчикам, которые доставят отходы на вторичную переработку. В баки и контейнеры у дома запрещено выбрасывать строительные смеси, кровельные материалы, доски, бревна, оконные рамы, кирпичи и керамическую плитку. Такой мусор запрещено складывать в контейнеры. Эти отходы могут повредить мусоровозы при погрузке и транспортировке или нанести вред здоровью человеку и окружающей среде. Чтобы вывезти строительные отходы, необходимо позвонить по номеру 122 или оставить заявку на портале стройотходы.рф. На сайте представлены компании со специальной лицензией для вывоза крупногабаритного мусора. Здесь нужно указать адрес и тип отходов. Заказывайте контейнеры. По факту приезжают контейнеры и ездят на полигонную утилизацию. Строительный мусор грузится в мешках. Нужно помнить, что неправильная утилизация строительных отходов влечет за собой наложение административного штрафа для физических лиц до 70 тысяч рублей, для юридических до 200 тысяч рублей. 15-летняя Екатерина Сидельникова победила в ежегодном фестивале-конкурсе «Зубовские чтения», прочитав стихотворение местной писательницы Натальи Власовой «Сон бойца». Она же стала обладательницей специального приза телеканала «Видное ТВ». Поэтому сегодня мы рассказываем о талантливой школьнице, у которой амбициозные планы на будущее. Для своего юного возраста Екатерина Сидельникова очень разносторонний человек. Она увлекается бисероплетением, игрой на гитаре, вокалом, рисованием. А больше всего ей нравится актерское мастерство. Им девушка занимается с третьего класса. Я очень активный человек, и поэтому мне ни в коем случае не подошла бы усидчивая какая-нибудь работа. Но также я человек творческий. Соответственно, неусидчивая и творческая работа – это как раз-таки театр. Мне очень понравилось чувствовать себя в роли какого-то живого персонажа. Свой талант вот уже не первый год Катя демонстрирует на фестивале-конкурсе «Зубовские чтения». Она уже пять раз принимала в нем участие. И только в 2024-м ей посчастливилось победить в своей возрастной категории. В этом ей помогли занятия актерским мастерством и педагог Ксения Князева. Для финала Екатерина выбрала стихотворение поэтессы Натальи Власовой «Сон бойца». Здравствуй, миленький Ванюшка. Узнаешь мой голосок? Это я, твоя Танюшка. С Натальей Власовой Катя познакомилась в историко-культурном отделе Дворца культуры «Видное» на поэтических чтениях. В этом году Натальи Власовой не стало, но ее стихи продолжают существовать и радовать поклонников ее творчества. Екатерина в их числе. В ее творчестве есть очень прекрасные произведения. Они пропитаны любовью к природе, любовью к жизни. И это мне очень нравится. Мне кажется, чем-то она похожа на меня. Наша героиня мечтает стать профессиональной актрисой. Фестиваль-конкурс художественного слова «Зубовские чтения» – прочный фундамент для ее будущей творческой деятельности. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 17 июля всех любителей мессенджеров ждет необычный праздник – День эмоджи. Он посвящен популярным смайликам, которые используются в интернете. Почему эмоджи так прочно закрепились в нашей жизни и применяют ли их в общении жители Ленинского округа, узнала Инга Инчук. Эмоджи в переводе с японского означает символ в картинке. По статистике, смайликами пользуются 92% всех пользователей интернета. Почему же этот вид общения так популярен? И есть ли от него вред? Мы узнали у специалиста. Мэмоджи – это как маленькие картинки, которые помогают нам передать свои чувства в переписке. Когда мы пишем текст, мы лишены возможности видеть реакцию человека, слушать интонацию, его голос. Смайлики приходят на помощь. Они делают нашу переписку более живой и эмоциональной. Важно найти золотую середину, используя смайлики, чтобы сделать общение более живыми, но не забывать о силе слов. Самыми популярными у пользователей за последние три года стали смайлики сердце и смех до слез. Популярны ли смайлики у жителей Ленинского округа? Давайте узнаем. Пользуетесь ли вы смайликами в переписке? Да. Какие любите смайлики использовать? Ой, сердце. Класс. Улыбки, как обычно, все приветственные, добрые. Сердечки, улыбки, что-нибудь веселое, что-нибудь такое прикольное. Кому в последний раз отправляли эмоджи? Друзьям. Там много друзей, поэтому им. А вы? Маме с папой. Почему смайлики так востребованы на данный момент? Даже не знаю. Они по большей части переносят эмоции. Когда ты пишешь, ты не всегда можешь понять человека без смайликов, без каких-то скобочек и всего остального. Смайлики плотно вошли в нашу жизнь и стали неотъемлемой частью культуры современного общения. В честь эмоджи даже создали праздник, который отмечается 17 июля. Поздравьте друзей, отправьте им смайлик, но не забывайте о ценности и богатстве русского языка. Инга Янчук, Евгений Бех, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok